Андрей, я поздравляю вас с сегодняшним отдачным годом. Каждого, кому вручают сертификат, можно смело назвать лауреатом премии или призером беспроигрышной лотереи. На свидетельствах впечатляющие суммы от 600 тысяч до полутора миллионов рублей. Обладателями стали обычные горожане. Сертификаты на соцвыплаты для покупки жилья в этом году получили 93 молодые семьи из Владивостока. У вас есть люфт, как распорядиться этими деньгами. Либо это будет первый взнос, либо это какие-то действия по процентам. Самое-то главное другое, что когда в таком возрасте появляется жилье, во-первых, это только способствует укреплению семей. Наверное, самое главное, это способствует появлению детей. Социальная программа «Жилье молодой семье» во Владивостоке работает с 2008 года. За это время ее участниками стали порядка 450 человек. Из городской казны потрачено на эти цели 254 миллиона рублей. В том числе финансирование поступает из федерального и краевого бюджетов. За счет таких выплат семьи могут покрыть расходы при покупке жилья на 30 или 35 процентов в зависимости от стоимости выбранной квартиры. Сумма при этом рассчитывается, исходя из количества членов семьи, установленного норматива за квадратный метр, Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации. В Приморье он равен 48 532 рублям. Напомним, участниками программы становятся только молодые супруги до 35 лет и неполные молодые семьи с детьми. Все проживают во Владивостоке, регистрация тоже местная. Кроме того, претенденты на сертификат в заявлении обязательно подтверждают свою платежеспособность. Остается открытым разве что вопрос по времени ожидания. Но, как показывает практика этого года, горожане ждут не дольше полутора лет. Достаточно быстро, недолго, как говорили раньше, что это надо ждать годами. Мы буквально встали в 2016 году и в 2017 мы получаем. То есть это быстро. Ну, сложности, конечно, с документами есть, но все это реально. 917 254 рубля 80 рублей. Для вас это существенно? Конечно. Выданные сертификаты семьи должны реализовать до 25 декабря 2017 года. После этой даты документ будет считаться недействительным. В прошлом году 126 семей уже воспользовались таким правом. На настоящий момент у нас прием заявлений в программу временно приостановлен. И он возобновится с января месяца. Мы очень надеемся, что в следующем году прием документов мы будем осуществлять через многофункциональные центры. И тем самым мы избежим тех очередей, которые могли возникать сейчас. Программа действует до 2019 года. Все подробности можно узнать на сайте администрации города. Валерия Белоус. Новости на восьмом.